В Омске предприниматели запустили необычные стартапы. Двое парней шьют и продают пледы с рукавами. Молодые люди уверены, их товар будет востребован в Сибири, несмотря на скептическое отношение окружающих. Амичи уже получили грант на поддержку бизнеса, развернули производство и заключают контракты с крупными фирмами. Павел Ремнев расскажет подробнее. Две небольшие комнатки в старом двухэтажном здании. И офис, и пошивочный цех. Ничего лишнего. Старый стол, ноутбук из дома. Зато по соседству самое современное швейное оборудование. Лежит уже готовый товар. Евгений Ичеслов, основатели компании Коста, вспоминают, когда начинали, никто не воспринимал их всерьез. Говорили, пледы с рукавами никто не купит. Когда у ребят появились первые клиенты, утверждали, скоро ажиотаж пройдет. Когда бренд стали узнавать, и пришли оптовые покупатели, заявляли, товар сезонный, спрос скоро упадет. Но молодые предприниматели продолжали работать. Занимались несколькими делами одновременно. Искали поставщиков, клиентов, готовили бизнес-план. И делали ремонт. В 9 часов утра мы приходились. Мы приходили сюда, начинали заниматься подготовкой к бизнес-плану. После обеда мы созванивались с поставщиками по ткани, искали себе поставщиков хороших. Вечером, так как у нас здесь соседи, это школа молодых мам, мы не могли здесь ремонтировать в течение дня, чтобы им не мешать. И мы часов с 9 до 5 утра приблизительно в течение полутора месяцев делали здесь ремонт. И на следующий день опять в 9 часов утра на работу. Иногда думали уже, может, никуда не ехать, может, уже здесь поспим. Спасало от этой ситуации, что у нас тут дивана не было. Сейчас наносим разметку. Ну и используя вот такой вот удобный нож специальный. За несколько месяцев Чеслов и Евгений прошли настоящий курс молодой швеи. В подвале у них раскроенный цех и склад. Там хранятся уже готовые партии. Они идут на продажу в крупные компании, в открытые кафе, в гостиницы. Объемы производства уже по несколько сотен пледов в месяц. Но прибыль своим создателям бизнес пока не приносит. Все полученные деньги ребята вкладывают обратно. Инвестиции оправдываются. Покупатели оценили удобство и качество. Кстати, ткань искали очень долго и выбрали необычную, японскую. В такой ткани, вот я вам сейчас продемонстрирую, вот такой ткани обычно делают конверты, когда новорожденных забирают на выписку. Вот, она очень легкая, очень хорошо держит тепло. Велсофт, синтетика нового поколения. Ткань состоит из миллионов микрокамер, которые задерживают в себе воздух. Ворс не скатывается, не электризуется. Легко стирать, удобно носить. С виду это самый обычный плед, но есть несколько вещей, которые делают его совершенно необыкновенным. Во-первых, рукава. Во-вторых, есть кармашек, куда можно складывать ноги. Ну вот, осталось только три вещи. Пульт, кружка чая и кот. Иди сюда. А Чеслов и Евгений не собираются останавливаться на достигнутом. Мечтают, чтобы их пледы будут на каждой открытой веранде в кафе, на каждой даче. И придумывают новые варианты. На очереди пледы с двумя парами рукавов. Для двоих и плед с капюшоном. Павел Ремнев, Александр Лысак. Новости здесь, Омск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...